Калининградская область Калининградская область Калининградская область Калининградская область А с чего его создавать, когда денег-то практически у субъектов нет? Я вот на примере Хабаровского края хочу сказать. В 2007 году всего на эти цели было направлено 2,3 миллиона рублей. Из них всего 200 тысяч с федерального бюджета. В 2010 году соотношение было 93% субъект федерации, 7% федеральный бюджет. Естественно, что в такой ситуации дети получают жилье только по решениям судов. Вот сейчас в Хабаровском крае 212 детей, на учете стоит почти 2 тысячи, 212 было обеспечено. Из них 196 по решениям судов. И есть более 500 уже решений судов, которые не могут быть исполнены, потому что нет жилья. Я за неимением времени не буду дальше разворачивать эту проблематику. Я предлагаю, что мы в принципе с вами решили проблему обеспечения жильем участников войны в предыдущие 3 года. У нас ежегодно где-то 80 тысяч детей нуждаются в жилье. Федеральный бюджет в 2010 году выделил на эти цели всего 3,4 миллиона рублей. Остальное субъекты федерации. Мы с вами два раза минимум в год правим бюджет. У нас есть дополнительные доходы. Поэтому я предлагаю депутатам всех фракций, прежде всего комитету по образованию, в компетенцию Минобразования входит эта проблема, да, комитету по бюджету. Давайте мы наши усилия объединим. Посмотрим по итогам полугодия, что можно и как помочь субъектам федерации. Но по моему убеждению надо кратно увеличить финансирование из федерального бюджета вот этой проблематики. Взять под контроль депутатам в своих территориях, как решается вопрос обеспечения детей-сирот жильем. Тогда мы эту проблему можем сдвинуть, так же как сдвинули и по ветеранам Великой Отечественной войны. И сделаем вместе большое полезное дело с тем, чтобы эта категория детей, которые остались без попечения родителей, нормально вошли в жизнь, нормально работали, работали на благо нашей России. Прошу меня в этом деле поддержать. Спасибо за внимание. Продолжение следует...